Астаны. Астаны. В результате столкновения с применением спецсредств оппозицию оттеснили от правительственного здания. Есть информация, что в город вводится тяжелая военная техника, танки. На площади друг против друга сейчас находятся два многотысячных лагеря оппозиции и силовиков. Митинги продолжаются и в регионах. В Нарыне, в Таласе, в Иссык-Кульской области. Митингующие в городе Токмок, Чуйской области, Кыргызстан, а также начали захват зданий администрации города. По данным одного из очевидцев, толпа из трех тысяч человек стоит возле мэрии и громит стекла здания. Представителей правоохранительных органов практически нет, либо они не вмешиваются в ситуацию. Мы получили комментарий официального представителя МИДа России Андрея Нестеренко. С обеспокоенностью следим за развитием событий в Киргизии, где в последние дни отмечается случай столкновений сторонников оппозиции с силами правопорядка. Исходя из заинтересованности в сохранении политической стабильности в дружественной нам стране, считаем важным, чтобы в сложившейся ситуации все возникающие вопросы решались в правовом поле. Одновременно хотели бы обратиться к противоборствующим сторонам с настоятельным призем воздержаться от применения насилия, чтобы в любом случае избежать кровопролития. По непроверенным данным, в заложниках у протестующих находится министр внутренних дел Молдамуса Конгантиев. Напомню, эта информация неофициальная. Как мне сообщают, только что мы получили последнее видео из Бишкека о том, что происходит сейчас в столице Кыргызстана, без комментариев. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Последняя информация, которая есть у нас к этому часу. Журналист портала СтанКейджи получил ранение в результате столкновений митингующих с милицией. Следите за нашими выпусками. До встречи в эфире.